Мотоцикл Рельс Куэр Фо Но, понятное дело, средств на осуществление мечты не было. Однако вскоре Эдвард со своими чертежами отправился в Бирмингем и познакомился с Джеком Санкстером, владельцем компании Ариэль. Молодой инженер убедил Джека, что его конструкция квадратной четверки превосходит рядные четырехцилиндровые двигатели, которые при установке в раме поперек были слишком широкими, а их установка вдоль привела бы к чрезмерно длинной колесной базе. После этого Санкстер предоставил парню свой личный кабинет и дал свободу действий. Так в 1928 году родился четырехцилиндровый двигатель с неслыханной ранее квадратной компоновкой. Первый прототип с таким двигателем появился в 1930 году. Его объем составлял 500 кубических сантиметров. Мотоцикл стал сенсацией того же года на выставке в Лондоне. Затем двигатель был увеличен до 600 кубических сантиметров. И наконец появился флагман компании с литровой силовой установкой. Новый четырехцилиндровый двигатель Тернера по сути представлял собой пару двухцилиндровых двигателей, хотя все четыре цилиндра были выполнены в одном литье. Их коленчатые валы были соединены центральными цилиндрическими шестернями. 997 кубовый двигатель выдавал 38 л.с. максимальной мощности и отличался высоким крутящим моментом с небывалой ранней эластичностью. Изготовитель в рекламе утверждал, что мотоцикл с этим двигателем без проблем способен разгоняться от 20 км в час и до максимальной скорости в 160 км в час на последней передаче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы уже могли подумать, первые двигатели имели некоторые проблемы с охлаждением. Задние два цилиндра получали меньше набегающего потока воздуха и в некоторых случаях перегревались. Эта проблема была решена путем добавления ребер охлаждения к головке цилиндра и добавления туннеля между двумя передними цилиндрами для направления охлаждающего воздуха в заднюю часть двигателя. Помимо этого, у последних версий мотоциклов управление клапанами было изменено с верхних распределительных валов с цепным приводом на систему толкателей. Также с появлением более качественного топлива была повышена степень сжатия. В итоге новые двигатели были одновременно тяжелее и мощнее. Они выдавали уже 42 лошадиные силы. Далее была борьба с лишним весом и последняя модель Ariel Square 4 Mark II получила обновленные компоненты двигателя, включая блок цилиндров из алюминиевого сплава. Что в общем дало отличный результат. Масса мотоцикла снизилась на целых 15 кг. Плюс к этому задние цилиндры получили свой дополнительный выпуск. Их трубы соединялись в общий выхлоп. За питание отвечал один карбюратор MC2SU с регулируемым дросселем, который оснащался воздушным фильтром. КОНЕЦ Когда британский мото-журнал протестировал Mark II в 1956 году, то их восторгу не было предела. По их мнению, немногие мотоциклы, если такие вообще существовали, могли дать такое же чувство восторга от вождения. Четыре цилиндра объемом в тысячу кубов откликались на ручку газа ну просто моментально. Плюс к этому мото-журналистов шокировала удивительная гибкость двигателя, который без рывков разгонялся не с 20, а даже с 15 км в час и до максимальной скорости на последней передаче. Также высоко были оценены тормозные возможности мотоцикла и большой запас хода, который при 23-литровом баке и среднем заявленном расходе топлива в 5-6 литров составлял 400 км. К сожалению, 58-й год стал началом конца для этих удивительных моментов. Именно в 58-м в Великобритании вводится повышенный налог на мотоциклы больших объемов, что на фоне его и так немаленькой цены катастрофически снизило спрос. Хотя в это время компания готовила следующее поколение Mark III с полноценной задней подвеской и даже ходили слухи о разработке жидкостного охлаждения. Но, увы, этому не суждено было сбыться. И Ариэль, к тому времени входящая в группу БСА, приняла спорное решение отказаться от четырехтактного производства в пользу малокубатурного, полностью закрытого, но двухтактного мотоцикла «Лидер», о котором я тоже как-нибудь вам расскажу. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ